Ряды обманутых дольщиков могут увеличиться. У людей, купивших квартиры в десятиэтажке на Сосновой в Заволжском районе Ярославля, пробил, по их словам, официальный срок сдачи жилья. Однако работы не ведутся уже год, утверждают дольщики. Плач жильцов выслушала Яна Хромова. Собирали по всем, говорится, родственникам, что-то свое было накопленное. Ну, слава богу, в ипотеку не влезли, тогда вообще не знаю, что было бы. Мы в данную стройку вложились в конце 2014 года. Дом уже практически был готов, шел с превышением графика, примерно на год. Обещали сдать в прошлом летом 2015 года. У всех дольщиков по Сосновой 3 похожая история. Вначале активная стройка радужной перспективы, мечты о новостелье и планы обустройства комнат. Но стройка неожиданно прекратилась в августе 2015-го. Официальный срок сдачи 10-этажки, озвученный жильцам, 13 августа 2016-го. За этот год на площадке полная тишина. Батареи все есть, и коммуникации подключить оставалось. На таком этапе даже обидно, что минимум уже такой. Правда, за год дольщики несколько раз замечали непонятные движения на стройке, что их очень встревожило. Вывозится отсюда техника строительная, дорогостоящая. Вывозится непонятно кем. Воруется кабель, воруются стройматериалы. Перспективы очень печальные. Что будет зимой с отделкой, конечно, непонятно. Все это, конечно, будет испорчено, если дом не будут отапливать. Однушки, двушки, трешки. Большой жилой комплекс более чем на тысячу квартир. Первая очередь 10-этажка, где 259 квартир. А еще 15 и 24 этажа с потрясающим видом. Своя котельная и управляющая компания. Так позиционировали еще два года назад свою стройку учредители компании «Марианстрой». Это самый большой проект на 86 тысяч метров. Мы получили первое в городе разрешение на строительство 24 этажей. Мы здесь все благоустроим. Будет все красиво. Будет свой хороший внутренний двор. Благодарны тем, кто нас поддерживает в плане тот, кто у нас покупает квартиры. И мы этих людей не подведем. Мы найдем и силы, и средства, чтобы это все довести до конца. Видимо, сил и средств все-таки не хватило. Теперь вообще непонятно, когда тут нам ждать. Застройщика найти не могут. Договор с кем заключали, Лагунин. Вот. Насколько я в курсе, он учесал просто со всеми денежками. Никто его найти нигде не может. Поиски пропавшего директора ведет полиция. Следственный комитет в апреле возбудил в отношении него уголовное дело. Директор подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере. По версии следствия, он не перечислил в бюджет НДФЛ в сумме больше 15 миллионов рублей. Свежая проверка Заволжской прокуратуры выявила, что разрешение на достройку 10-этажки получено застройщикам на второй квартал 2017 года. Но об этом людей не уведомили. За это компанию привлекут к дисциплинарной или административной ответственности. А дольщикам получается еще рано волноваться. В областном департаменте жилищного строительства пока официальных комментариев не дают. На середину августа в реестре граждан, чьи интересы были ущемлены при долевом строительстве, числится 340 человек. В списке еще не значатся дольщики с Сосновой. И есть всего несколько человек другой многоэтажки на улице Балтийской во Фрунденском районе. Очередной срок сдачи дома истек во втором квартале этого года. В нем 153 квартиры. Яна Хромова, Максим Сушанов.